здравствуйте меня зовут татьяна и рада приветствовать вас на своем канале мы продолжаем готовиться к пасхе яйца мы украсили я оставлю ссылку под видео где только что показала как это делаю тренд нынешнего сезона в моем доме это яйца в платьишке как уже успела я прочитать в комментариях от одной великолепной женщины вообще у меня молодцы вы так меня вдохновляете на вопрос пеку ли я куличи отвечаю нет но что я пеку сейчас покажу я пеку простой бисквит обычно я пеку его в маленькой плоской форме но честно говоря забыл эту форму на работе ночью бежать не пойду и я решилась печь вот в такой покупных таких покупных формочках и если бы я не пожадничала испекла один кулич ну бисквит а второй еще в крохотной форме у меня получилось бы вот грибочек да вот этот вот наплыв так называемый тогда можно было прямо оставлять его в этом и в этой форме и украшать но так как он получился вроде 6 пекла 2 я буду вынуждена его освободить от этой шубки потому что ну сейчас буду так красиво там все это только не помадка я скажу что будет течь и это будет нехорошо давайте я сейчас не буду тратить время телефона освобожу свой но дело в том что кулич я обязательно куплю это уже само собой но в нашей семье любит больше бисквит нежели кулич поэтому кулич для картонной такая донышко кулич у нас конечно будет для красоты завтра я все покупаю кулич в субботу так сказать то что нам больше нравится это бисквит но будет он такой аля кулич вот он пожалуйста вкусы разошлись кое-кто в семье любит пропитанный кулич я просто взяла разрезала апельсин пополам и выдавил сок апельсина можно лимон развести с водичкой сахаром смотрите на свой вкус можно просто сахарной водой а еще в семье любит просто сухой бисквит я в том числе с чаем ли с молоком ли поэтому вот этот бисквит я пропитывать не буду сверху должна быть помадка я обожаю марципанную помадку готовы там только от разведи водой и так сказать все это готово но сегодня по другим путем и сделаю просто взбитую сметанку с сахарной пудрой обожаю такие легкие очень люблю сметанковый торт сметаны вот эти вещи сверху будет просто сметанка взбитая с сахаром сахарной пудрой вот извиняюсь у меня тут породина штатив что касается сколько чего вот такой стакан 350 грамм большой такой стакан сметанки 20 процент просто спрашиваю я на глазок я даже не знаю какую купилки я смотрю сейчас снимаю говорю а мне без разницы там свежий свежий спасибо давайте вот такой стакан и сюда я пол стакана сахарной пудры уже не такого стакана большого обычного стаканчика вы смотрите меньше больше как он там позволяет здорово не позволяет сладенько любите не сладенько любить и просто миксером сбила сбила миксером у меня получилось жидковатое это тоже зависит от сметанки и я просто напросто сейчас полью сверху кстати в одном бисквите у меня внутри изюм а в одном другом цукаты и где что я понятия не имею потому что изюм и цукаты мы любим одинаково а вот с пропиточка без пропиточки это я замечу сметанка жидковатая хоть избивала долго наверное надо было жирность взять побольше но это ничего страшного для кадров красиво можно куда-то там вот тут еще например потом я тарелочку заменю и потеки на тарелке их не будет а потеки на самом изделии будут вот потеки на тарелочке слижет код мы сделаем вид что никаких потеков 3 класс не было мы так здорово снайперский все полили что ничего нет ну я думаю достаточно поменяем тарелочку и вот теперь на несколько минут это надо убрать в холодильник у меня там уже один стоит 2 а этот холодильник тот сейчас будет звездой экрана но когда начинается украшение это начинается самое классное тут уже полет фантазии право слово 25 дайте мне бисквит в 25 будут украшены по-разному вот я оставила одну формочку завтра я вам буду печь и то же самый бисквит дайте кстати как его печь это 6 из 1 стакан сахара 1 стакан муки я называют рецепт 6 1 1 когда-то я его увидел то ли в телевизор то ли в книге давай никогда не ссориться я не помню но я чтобы запомнить 6 1 1 называет рецепт мы белки отделяем от желтков взбиваем 6 белков со стаканом сахара сахар вы конечно сыпаем постепенно белки должны быть охлажденными и яйца должны быть свежими как только взбили прям такую густую пену если что она совсем не но не для без и же если совсем получилось ничего страшного бисквит равно получится затем мы добавляем муку тоже постепенно не сразу помню муки стакан столько сколько сахара и когда муку мы уже тоже добавили потом по одному добавляем желточек кстати некоторых рецептах сначала добавляется желток потом мука значения не имеет все у вас готовый только уже по трем по двум формочкам смотрите как хотите и когда там пику торт я в одном все заливаю когда вы сейчас решил сделать два кулича я в две формочки залила если вы любите ванилин добавляйте ванилин любите что-то еще добавляйте пожалуйста все что хотите там кокосовую стружку можно немножко творога можно изюм нужно цукат но полный полет фантазии и вот и завтра я в такой значит формочки я сделаю таким грибочком и поэтому я всего лишь навсего посыплю посыпочка я не такой минималист вот красная формочка представляете да красная форма белая шляпка и вот красненькая посыпка все мне больше ничего не надо все остальное будет лишнее кстати что там мотается если я зашла в магазин специально это вот как кулончик из сахара все это сделано мне на сдачу дали это наверное я на пасху украшу но это я буду делать завтра не сегодня точно я пасху делаю всегда в субботу просто творог с изюмом не мешаю горчик поставлю сахарка чуть-чуть и вот буду украшать вот но сейчас говорю вот просто я хотела бы красный стаканчик белая шляпка и красная посыпка мне больше ничего не надо абсолютно можно буквки хв для меня достаточно так но здесь у меня есть еще есть посыпочка зелененькая светло-зеленый темно-зеленый нашла вот посыпочка желтая я купила вот такие что-то в этот год от синего как-то отошла зеленая травка у меня желтый цыпленок красненькая там все что связано с цыпленком и купила я еще вот такие штучки тоже сахарные парочка цепля что-то я к вас вверх ногами показываю заодно вперед вот тоже то ли на пасху то ли куда но это все уйдет даже просто вот для композиции и вот такие вафельные цветочки у меня время на телефоне заканчивается это вот просто цветочки из вафельки это вот то что я сегодня купила больше мне не надо вполне этим обойдусь сейчас поколдую покажу что получится ну вот что у меня получилось я еще раз говорю я не люблю ничего лишнего вот эта композиция с цыплят сахарная композиция она мне навеяла такую картинку что зелененькая такая значит травка желтенькая насыпали проса пшеница чтобы они кушали чтобы они росли развивались и больше мне ничего не надо в данном случае мне кажется все замечательно на мой вкус вот этот вот еще вы знаете смотря с кем и где и как вы будете встречать эту пасху с кем находиться с ребятишками вдвоем или как-то если вы захотите признаться в любви можно буквально одним нюансом это сделать пожалуйста для съемки но не едет никуда тогда не одним нюансом ребята я думал здесь вот будет а он едет он упрямый я еще упрямий пусть любви будет много любви много не бывает вот так к примеру хотя честно говоря эти мармеладзинка меня на пасху но я так качестве идеи это один пойдем посмотрим вдруг холодильники уже готов 2 но для этой композиции я выбрала розовый цветочек поддержала его красной посыпочкой и разбросала зелень очень нежную зелень он не застыл настолько чтобы я с него с тарелочки переложила на другой еще очень зыбкий а потом думаю что снимать может быть так взять и кто нам мешает все это ночью знаете можно играться до бесконечности я так долго думала а время заканчивается может быть цыпленочка до воткнуть но вот я этого перья очень боюсь поэтому не цыпленочек по и ждет своей очереди если здесь не цветочек такое не романтическое настроение можно там цыпленочка воткну там любопытный цыпленок что-то где-то смотрит что случилось но я хочу оставить именно так у меня сегодня такое настроение вот такие у меня оля куличики на самом деле бисквитики даже в кадр все не влезает вот это результаты моего одного вечера завтра я все до шаманю до колдую а а на сегодня всем всего самого доброго чистого и светлого